Имея такую внешность и фамилию, я уже, в принципе, привыкла к тому, что меня могут назвать Джетом Ли или Джеки Чаном или еще что-то. Если я отличаюсь от других внешних, это значит, что я страшная, некрасивая. Она меня не пускала, просто мне в лицо смеялась. Она говорит, вы живете с вот этим господином Воронином? И мы вместе могли идти со школы и спрашивать друг друга, ну что, с тобой сегодня поздоровался кто-то? Со мной нет и со мной нет. Не смешите мои пятки, говорила она мне. Тут таких, как вы, каждый день ходит. Это вас на ночь пригласили, вы не поняли просто. Езжай обратно в свой Китай. Меня зовут Айжан. Мои родители родом из Кыргызстана. Они переехали в Россию, чтобы получить образование и остались тут работать. Я родилась и выросла в Нижнем Новгороде. До школы я никогда не задумывалась о том, как я выгляжу, что я как-то отличаюсь. Пока не началась школа. В начальной школе я впервые осознала, что я отличаюсь внешне. Это как-то может быть плохо. Меня зовут Вика, мне 23 года, и по национальности я кореянка. Я родилась на Северном Кавказе, в городе Моздок, Северная Осетия. До девятого класса в школе жила в Моздоке. Это хоть и очень маленький город, он очень многонациональный. И поэтому у меня не было особого ощущения, что я как-то сильно отличаюсь. Вернее, я чувствовала, что я какая-то не такая, но у меня не было такого, что это что-то плохое. Евгения Фашуи. Мне 32 года. Я живу в городе Тула. Я родилась в городе Донецк на Украине. В то время это еще был Советский Союз. Моя мама с Украины, мой папа из Нигерии, и они с мамой познакомились там, учась в университете вместе. Столкнулась с какими-то кассинофобскими высказываниями в мою сторону. Мне просто казалось, что если я отличаюсь от других внешне, это значит, что я страшная, некрасивая. После 9 класса мы с родителями переехали в Ростов-на-Дону. И я тогда впервые вообще столкнулась с тем, что я как-то серьезно от кого-то отличаюсь. У нас бабушка сильно очень переживала, что мы с сестрой отличаемся, и мы же загораем очень быстро на солнце. Один день побегать по солнцепёку, все, ты приходишь домой, ты как баклажан уже фиолетовая. У нас были такие огромные панамки, вот с такими вот козырьками. То есть она думала, что это вообще кардинально что-то поменяет, нас спасет от загара. Не разрешала мне ходить с распущенными волосами. Она меня называла. Женька, что ты распушилась, как дикая бара? У нас был диктант по русскому языку, и я написала его на пятерку. Весь класс написал. Я написал почему-то очень плохо. Учительница по русскому языку сделала акцент на этом. Она сказала, смотрите, несмотря на то, что Айжан русский, не ее родной язык, она написала диктантно отлично. Это мне, конечно, запомнилось, учитывая то, что мой родной язык был русский, потому что родилась и выросла я в России. Бывают еще какие-то странные вопросы в духе. А вот у меня есть друг кореец, а вы случайно не знакомы. Естественно, я там не знаю всех корейцев в Москве. Те, кого я действительно боялась, это были подростки. Какие-то отпустить подколы, это всегда пожалуйста. Когда надо было пройти через группу подростков, я просто всегда включала лицо кирпичом и проходила. Поэтому вот я взрослая уже, мне многие говорят, ты такая надменная, высокомерная. Это вообще другое, это защита. Прямо вот каких-то страшных или там какого-то насилия, еще чего-то у меня почти не было в моей жизни, вот на национальной почве. И самое смешное, что я всегда, когда я разговариваю с представителями разных национальных меньшинств и спрашиваю про притеснение, они всегда такую ремарку делают. Ну вот прям жопы какой-то у меня не было. Ну у меня все по лайту. Ну меня там могли на работу не взять, там еще что-то, там узкоглазие называть. Но вот меня не били. В детстве я часто вертелась около зеркала и в какой-то момент я начала закрывать родинку пальцем, вот так вот. И почему-то думала, что если я ее удалю или если бы ее не было, я была бы похожа на русскую. Я очень любила играть в куклы. Все куклы Барби были европейской внешности, со светлыми волосами. Мне хотелось быть похожей на мою соседку, например, Настю или Алину или Наташу. Ну в общем ничем не отличаться. Хамоватые случаи происходили со мной в рамках медицинских учреждений. Когда я родила, к нам приходила женщина, медицинский работник, чтобы мы заполнили заявление на свидетельство о рождении для деток. И она пришла ко всем, здравствуйте девочки, я вот сейчас вам принесла заявление, вы там распишитесь, это кто хочет свидетельство получить в роддоме. И потом поворачивается ко мне и говорит, ну а ты хоть крестик поставь, уж больше-то я от тебя не требую. Люди зачастую невежественные и могут просто не понимать, что они говорят что-то обидное. Нужно какое-то определенное усилие над собой, чтобы задать правильный вопрос или чтобы остановить себя и не сказать что-то, возможно, неприятное. Надо себе просто это запретить. Я никого не называю никакими словами. То есть просто никого. Люди обязаны как-то держать себя в руках и свои взгляды. Во-первых, быть женщиной в России это уже значит сталкиваться с сексистскими высказываниями, шутками, различными домогательствами. А быть не русской женщиной в России это еще и сталкивается с ксенофобией, расизмом. Ксенофобия везде есть и в Европе, и в Америке. Просто где-то государство насаждает толерантность, и я на самом деле двумя руками за это. Пускай она будет насажденная. А в России насаждают наоборот. Все чужие это плохо, а мы вот такие хорошие. А кто свои, непонятно. Сегодня свои одни, а завтра свои другие. И это пугает. Когда я была маленькая, я понимала, что я не вижу таких людей, как я, в поп-культуре, в медиа. Разве что мультик Мулан, который мне, конечно, очень нравился из-за этого. Я не знала, что я хочу делать, но я понимала, что я хочу добиться того, чтобы девочки, похожие на меня, из таких же райцентров, как я, могли посмотреть на меня где-то, в какой-то сфере. Не обязательно стать президентом, но вот как-то выбиться так, чтобы показать таким же людям, как я, что это возможно. Все русские женщины очень разные. Я не знаю, кто такая русская женщина. Это женщина, которая имеет гражданскую Российскую Федерацию. Вот она, русская. Русская женщина или кыргызская женщина. Я просто понимаю, что я женщина, и моя история не уникальна. Таких историй много. Как человек я ощущаю себя вообще полностью русской, россиянкой, и это никто меня не отнимет. Но вот со стороны других людей я, мне кажется, все еще выгляжу в чужой. Я не одна, то родилась и выросла как бы в чужой стране, но при этом как бы я понимаю, что это моя страна, несмотря на то, что некоторые окружающие так не считают. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...